Приветствую вас, и, вы знаете, поведение вашего начальника можно очень легко охарактеризовать, как поведение того, кто испытывает симпатику, то есть, либо проецирует на вас какие-то свои собственные желания, собственные стремления, которые, ну, он не может реализоваться по тем или иным причинам. То есть, здесь, на самом деле, недоверие, здесь, скорее, знаете, пока позиция, я бы сказал, родителям такого, знаете, ну, может быть, даже строгого родителя, но, скорее, я бы сказал, родителям такого больше, знаете, справедливого. Вот это такой вот, такой справедливый, авторитарный родитель, который пытается научить ребёнка, вот, ребёнок обязательно приспосабливающийся, да, то есть, адаптирующийся ребёнок. И родитель пытается такого ребёнка приспособить к, ну, каким-то вот вещам, которые для него, для родителя, то есть для начальника, очень важны. И, исходя из этого, я могу сделать предположение, что начальник просто воспринимает вас как протежа. То есть, вы, для него это, по сути, протежа, понимаете, такой лучший сотрудник, который может сделать что-то, ну, для него самого. То есть, я имею в виду, что начальник пытается таким образом как-то добиться того, чего у него не получается добиться. То есть, это, по сути, такая, знаете, проецирующая родительская позиция. Вот. Если вас задевают его шутки, начальника, то, с одной стороны, нужно вам постараться определить, почему они вас задевают. Ну, то есть, вот именно вас конкретно. Чем? Чем они вас задевают? Ну, то есть, если, если вы чувствуете, что вам неприятно. Ну, вот. определить причины этого, то есть, того, почему вас задевают эти шутки. И представить, как бы вы вели себя, если бы, ну, например, если бы вас это не задевало. Что бы вы делали? Как бы вы в этом случае воспринимали бы то, что он вам, ну, например, говорит? Или то, что он делает? Вот это, на мой взгляд, очень такой важный момент, тоже. Если мы хотим понять, что с вами происходит. Соответственно, если есть причины, по которым вы так негативно воспринимаете шутки начальника, если есть причины, то с этими причинами можно будет поработать, чтобы вас освободить от такого восприятия шуток начальника. И, соответственно, чтобы вы были более непосредственны и более естественны в своём поведении. К сожалению, я не знаю вашего пола, вот, и имени. Соответственно, может быть здесь и более близкая, более интимная симпатия, но я, конечно, опять же, этого не знаю. Если начальник мужчины, вы женщины, в современном мире может быть по-разному. Ну, вот, симпатия может иметь место быть такого типа, и тогда это тщательно скрываемая такая симпатия, да, то есть начальник не имеет возможности её выразить, ну, адекватно вам. Может быть не может, может быть боится, может быть что-то ещё, вот. И это заставляет его вот так проявлять к вам своё внимание, вот. То есть это явно, знаете, такая искривлённая кривая чего-то искреннего, вот. Не прямая, а именно кривая, именно кривая, вот. Значит, к чему это всё, да? К дому этот начальник хочет, чтобы вы подтвердили образ, который у него есть. Ну, ваш образ, который у него есть. Это то, чего хочет начальник. То есть его, грубо говоря, основная цель, это чтобы вы подтвердили то, что он о вас думает. То есть вот как он вас видит, да, ну, может быть речь идёт об успешности, может быть речь идёт именно о том, что вы должны быть лучшим сотрудником, или лучшим человеком, или лучшим, может быть, представителем своего пола и так далее. Вот так он и пытается вас, значит, стимулировать. Почему вы видите в этом недоверие, почему вы видите в этом, как бы, проявление недоверия к вам? Вопрос, на мой взгляд, очень важный и серьёзный. То есть тут уже и проекция, как бы. То есть вы, возможно, считаете себя таким человеком, которому нельзя доверять. Ну, опять же, я не говорю, что это обязательно так, но это возможно. И если ситуация такова, то нужно, опять же, выяснять, откуда это у вас появилось. Откуда у вас это сделалось, вот, ну, такое вот состояние? Откуда у вас сделалось такое вот восприятие себя? То есть почему вы решили, что вам нельзя доверять? Почему? Откуда это? Вот. Значит, по поводу шуток. Если они личные, то я полагаю, что вы имеете полное право начальнику сказать о том, что он ведёт себя неприемлемо. Потому что если, в принципе, учёба, это, ну, там, соревнования, мероприятия, это, в общем, в рапках, то вот позиция его, когда он подщучивает над вами, это абсолютно неприемлемо, но только после того, как вы поймёте, что вас раздражает. То есть, понимаете, нельзя, нельзя избегать шуток, если вас они раздражают. Потому что в этом случае вы, ну, своего рода противитесь прогрессу, противитесь развитию своему. Вот. И таким образом, ну вот, например, в этом случае вы избежите шуток, а в другом нет. И снова вы будете уязвимы. Поэтому, на мой взгляд, здесь стоит поступать именно так. Сперва определить причины. Причины, по которым вы так реагируете на шутки. Причины, по которым вы считаете, что вам нельзя доверять. И уже потом, после этого, можно будет вырабатывать модель поведения со стороны уже вас, как сотрудника организации, в которой вы работаете. Опять же, я не знаю вашего пола, и поэтому вынужден, вынужден, ну, как бы обращаться к вам. А вот, именно так, ну, то есть, без, ну, как, без полного существу, да, то есть, я не знаю, кто вы, мужчина или женщина. Вот. Вот так можно ответить вам на вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!